КВН Количество команд почти рекордное. Более 20 сборных собирается на турнире крайне редко. В этом году особую активность проявили сельские команды. А многие их звезды оказались уже знакомы зрительному залу по летней школе КВН. Ее участников, кстати, наградили во время турнира за успехи в сочинении шуток, вокале, живописи и рифмоплетстве. Были две команды на сцене, это Перезагрузка и Русская поляна. Они прям разительно отличаются от других команд, потому что дети ничего не боятся, все узнают, собственно говоря. Команды в своих визитках шутили на самые разные темы. И про школу, и про политику, и, конечно, про любовь. Искали вдохновение, рассказывают КВНщики повсюду. В том числе у своих кумиров-земляков из высшей лиги. Команды о мечи. У нас, насколько я знаю, ставится именно на раскрытие характеров. То есть у нас есть несколько характеров, мы их раскрываем. И на этом играет юмор. То есть на этом шутки строятся. Лично мне нравятся выступления, и, может быть, конечно, я бы хотела что-то черпать от них. Судить детский КВН – особенная сложность. Но компетентная жюри справилась со своей задачей и по 10 баллам оценила выступления 23 команд. Во второй тур в ноябре попала лишь половина участников. Теперь КВНщикам предстоит удивить зал музыкальным домашним заданием и побороться за место в финале.